Всем привет, меня зовут Евгений Пиляев. Сегодня я хочу представить вашему вниманию презентацию на тему многопоточности оптимизации WPF. Я работаю .NET разработчиком в компании .art, специализируюсь на разработке десктоп-приложений и Microsoft Office ADN с использованием WPF. Если у кого-то будут вопросы по ходу презентации, не стесняйтесь их задавать. И у нас есть сегодня призы за лучшие вопросы, так что поднимайте руку, у нас есть микрофон, будем передавать и отвечать на вопросы. Презентация состоит из двух частей, теоретическая и практическая. Сначала идите теоретическую часть и предлагаю начинать. В первую очередь хочется поговорить о батлнеках. Что это такое? Батлнеки это узкие места в системе, которые ограничивают ее максимальную производительность. Они бывают аппаратные, недостаточное количество, мощности процессора, памяти и так далее. И программные, о которых мы сегодня будем говорить. Так как у нас в подавляющем большинстве случаев многоядерной машины, а в WPF всего один UI поток, то мы можем вынести все ненужные вещи из UI потока. Рассмотрим следующий пример. Тут мы видим три метода. Отображение всплывающего окна, проделать какую-то тяжелую работу и обновить коллекцию, привязанную к UI. Скорее всего, проделывание тяжелой работы в UI потоке займет много времени и заблокирует поток. Собственно, что мы можем с этим сделать? Самое простое — это вынести вторую и третью строчку этого метода из UI потока. Но WPF запрещает обновление UI не в UI потоке. И для того, чтобы успешно вынести эти вещи, нам нужно третью строчку выполнить в UI потоке. Для этого в WPF существует специальный класс — Dispatcher. Он предоставляет возможность управлять очередью рабочих задач для потока, не обязательно для UI потока. Тут нам в первую очередь интересны два метода. Это invoke, который принимает в себя action, и begin invoke — это синхронный метод, который принимает в себя dispatcher priority и какой-то делегат. Также существуют версии этих методов, которые принимают большее количество параметров. Но в данном случае нам интересны только эти два. И используя dispatcher и task, мы можем переписать этот метод следующим образом. Создаем новую задачу с помощью вызова метода task run, выполняя задачу на ThreadPool с помощью dispatcher invoke. И с помощью dispatcher invoke возвращаемся на UI поток. Ну и выполняем третью строчку на UI потоке. И в принципе это самое простое, что мы можем сделать в данном случае. Также мы можем воспользоваться асинхронным подходом, который выглядит более красиво. Но это потребует нам модифицировать метод doHardWork. И сам вызывающий метод мы делаем его синхронным, добавляем ключевое слово async. В конце по соглашению нам нужно тоже указывать async, что он асинхронный. И в средней строчке, во второй строчке мы авейтим методу hardWork и вызываем его синхронно. Асинхронные методы могут быть с модификатором void, а не task. Однако в таком случае их невозможно авейтить. Также не получится переходить к exception. Но это нормально, если метод вызывается, например, в обработчике нажатие кнопки. Да? В принципе, если синхронный метод использовать, это будет более красиво и лаконично выглядеть в коде. По производительности, я думаю, будет примерно одинаково. Там есть нюансы в плане того, как... Ну, у нас, если мы через диспатчер инвок на UI thread инвоком, если у нас очень много работы там, то могут быть какие-то фрезы на UI. В принципе, по производительности эти два подхода примерно одинаковы. Потому что тяжелую работу мы будем выполнять на thread pool и в том и в ином случае. Просто разница в том, как написан код, и еще будет разница в том, как это все будет развернуто, как ключевое слово wait и hardWork и sync потом впоследствии будет развернут, и какой код будет сгенерирован для этого. Согласен, да. Но это как бы чуть сложнее подход, потому что, ну, если мы это через task это сделаем, через task run, то это будет чуть-чуть проще, чуть быстрее это будет сделать. Есть еще какие-то вопросы? И в ходе работы мы не так часто сталкиваемся с синхронизейшн-контекстом и конфигура-вейт. Хотелось бы о нем поговорить. Синхронизейшн-контекст предоставляет возможность вернуться в вызывающий поток, когда синхронная операция завершена. Это как раз вот немного к тому вопросу. И у нас есть два способа. Ну, configure wait true и configure wait false. Configure wait true — это дефолтный параметр, который он принимает. Мы возвращаемся в вызывающий поток, и это, в принципе, можно не писать. Configure wait false позволяет не использовать синхронизейшн-контекст и продолжено выполнение на threadpool. Собственно, хотелось бы рассмотреть следующую проблему. Где-то в ее потоке мы вызываем метод getHttp синхронно с помощью обращения к свойству result. Этот, кстати, пример взять из книги CELAR весь шарп. И этот метод представляет из себя следующее. Мы делаем HTTP-запрос и даем потоку вернуться из getHttp с помощью ключевого слова await. И в таком случае мы никогда не достигнем второй строчки этого метода, потому что он не может завершиться, потому что ее поток уже ждет его завершения. И у нас в данном случае получается deadlock. То есть мы два раза, ну, мы в двух местах ждем завершения этого метода, и, естественно, он не может закончиться. Чтобы решить эту проблему, нам нужно добавить configureWateFalse к вызову синхронных методов. И в таком случае метод может завершиться, потому что синхронизейшн контекст в данном случае не используется, и Threadpool может выполнить этот код в противоположности той ситуации, когда мы заставляем UI поток его выполнять. То есть из асинхронных методов идет возвращение в, ну, необязательно в UI поток, и любой Threadpool поток может взять управление на себя и продолжить выполнение этого метода. Есть вопросы какие-то? Окей, продолжаем. Также, альтернативно, мы можем добавить вызов метода taskrun и сделать это с ключом сломосинк через лямбду. И в данном случае это тоже будет работать, потому что Threadpool поток не имеет синхронизейшн от текста, и какой-нибудь поток Threadpool тоже сможет исполнить этот код. Ну, получается, в данном случае мы вызываем метод, ну, мы вызываем вот эти вот две строчки, уже из Threadpool потока, а не из UI потока, и у нас не используется синхронизейшн от текста, и Threadpool может это выполнить. Тоже не будет дедлока. Далее хочется поговорить о том, что если нужно, мы можем параллелить работу. Можем рассмотреть следующий метод. Метод называется doHardwork, принимает какой-то список айтемов, и для каждого айтема вызывает метод процесс айтем, который, ну, в теории, какую-то тяжелую работу выполняет с каждым айтемом. Что можем сделать с этим? Мы можем использовать метод ParallelForEach, который принимает в себя список айтемов, и для каждого айтема вызывает этот процесс айтем, но в таком случае, ну, и в таком случае ParallelClass разобьет задачи на определенное количество подзадач, и каждая из этих подзадач будет выполнена на Threadpool потоке. Скорее всего, количество потоков будет равно количеству ядер, которые у нас есть на машине. И данный метод блокируется, пока все подзадачи не обработаны. Также можем использовать таски, сделать наш метод DoHardWork асинхронным, добавляем также ключевое слово SYNC, создаем какой-то список тасков, и в цикле для каждого таска создаем сдачу через TaskRun, одновременно я запускаю, и в конце ждем все эти таски через метод TaskVenol, и этот метод асинхронный, так как он не будет блокировать работу. Да. 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 Да, но в данном случае в данном случае, если нам не критична последовательность, ну, в данном как бы теоретическом случае не критично, да, нам нужно как-то будет это синхронизировать, ну, если нужна последовательность, нам нужно уже последовательное выполнение. Тут нужно уже думать, как это все можно распролелить. Кать, можно попросить еще давать микрофон тому, кто спрашивает? Да, спасибо. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это CollectionView. Collection — это уже более WPF-ные вещи начинаются, и CollectionView представляет view для группировки, сортировки, фильтрации или навигации по коллекции. CollectionView может быть как один, так и несколько на одну коллекцию, и мы можем биндить сразу на CollectionView, и, соответственно, иметь сразу несколько представлений одной коллекции, сразу несколько представлений для одной базовой коллекции. То есть нам не нужно копировать нашу исходную коллекцию, мы можем взять, например, одну исходную коллекцию, объявить для нее несколько CollectionView, и выводить, допустим, отфильтрованные данные в одной view, а там отсортированные в другой, и полные данные в третьей, допустим, если у нас три collection view. И базовая коллекция у нас при этом будет одна, одна и та же. Основные части этого класса, о которых я хочу рассказать, это предикат-фильтр, sort-description-collection, который представляет собой sort-description, которые позволяют сортировать элементы в collection view, и метод refresh, который пересоздает view. Фильтр работает для каждого элемента, определяя, может ли он войти во view. Sort-description, соответственно, структура, которая определяет имя свойства и направление сортировки. И refresh пересоздает view. Чтобы получить дефолтный collection view, нам нужно вызвать метод getDefaultView, collectionViewSource, который принимает в себя исходную коллекцию. И можем также рассмотреть определение этого метода. Это статический метод, который принимает в себя любой объект и возвращает нам iCollectionView. Так что в теории мы можем получить collection view для любого объекта, который является источником привязки данных. Вот. Пока вопросов нету? Окей. Ну да. Далее хочу показать плохой подход к фильтрации данных. Допустим, у нас есть какой-нибудь itemsView, тот же collectionView, и какой-то метод, который изменяет нашу коллекцию, и каждый раз дергает метод refilter, ну или itemsView, refresh, если фильтр коллекции применен. И метод refilter представляет собой просто переприсваивание нашей property filter с помощью какого-то предиката. И какой-то метод, который... Да. Это, в принципе, плохой подход, потому что операция перефильтровывания всех элементов очень дорогая, и, скорее всего, будет сильно грузить ее и поток. И если мы... Сильно грузить ее и поток, если мы перефильтровываем нашу коллекцию на каждом изменении. Что с этим можно сделать? Мы можем немного улучшить ситуацию, добавя свойства из filtering enabled. И, как бы, если у нас включена фильтрация, мы фильтруем. Если у нас фильтрация выключена, мы не фильтруем. И, в принципе, когда нам не нужно фильтровать, это решает проблему. Однако это не решает проблему целиком. Если у нас включены фильтры, то это все равно может быть очень дорого. Поэтому я хочу рассказать про такую вещь, как leaf shaping. Есть такой интерфейс iCollectionViewLeafShaping, который имеет свойства из leaf filtering и из leaf sorting. И также leaf filtering properties и leaf sorting properties, которые позволяют определять именно свойства элемента коллекции, которые будут участвовать в leaf shaping. Что же делает leaf shaping? Какие же у него есть плюсы? Он перепроверяет элемент коллекции только когда он добавлен или живое свойство изменилось? Нам не нужно вручную перефильтровать или пересортировать айтемы. И также его можно применить единожды, после чего он будет отрабатывать тогда, когда нужно. То есть, в отличие от той ситуации, мы просто один раз сетапим leaf shaping, и когда у нас изменяются элементы коллекции, наша коллекция автоматически перефильтровывает какой-то конкретный элемент, наш collection view. Например, у нас есть класс listCollectionView, который реализует интерфейс iCollectionViewLiftShaping. И в таком случае получается, что можем объявить какой-нибудь observable collection, для которой потом вызываем collectionViewSource.getDefaultView. И как раз получаем listCollectionView, с которым уже дальше можем сделать следующее. Рассмотрим пример живой фильтрации. Есть метод applyLeaveItemsFiltering, который принимает в себя ту лист collectionView, который мы только что получили. В нем мы очищаем leafFilteringProperties, которые в себе содержат имена, свойства, которые мы фильтруем. После чего добавляем какое-то property, ну или какое-то количество property, которое нам нужно, чтобы участвовали в живой фильтрации. И в таком случае при каждом изменении живого свойства, а также добавлении элемента, будет вызываться наш предикат, который определяет, можем ли мы отображать тот или иной элемент. То есть у нас не вся коллекция будет, опять же, перепроверяться, а только определенный элемент, который был добавлен или изменен на данном этапе. Также можем рассмотреть живую сортировку. Допустим, есть метод applyLeaveItemsSorting, в который принимает в себя list collectionView какой-то и какие-то sortDescription. Точно так же очищаем sortDescription в начале и очищаем leaveSortingProperties. Для каждого sortDescription в sortDescription добавляем наш sortDescription, который получили в методе. И для каждого из leaveSortingProperties добавляем имя property, которое должно участвовать в живой сортировке. И в самом конце метода тоже включаем живую сортировку путем установки этого property в true. И тут, в принципе, ситуация аналогична живой фильтрации. Тут тоже будет оптимизирована со стороны WPF сортировка нашей collectionView. Также в качестве оптимизации мы можем использовать виртуализацию. Виртуализация предоставляет возможность использовать контейнеры только для видимых элементов, что сокращает использование памяти. Она поддерживается в listbox, treeview, datagradery и так далее. Чтобы включить, нужно установить свойства из virtualizing в true и выбрать один из двух virtualization mode. Это стандарт либо recycling. Стандартный режим создает и отбрасывает контейнеры по мере необходимости. То есть те, которые видны, допустим, мы что-то скроллим, те, которые у нас начинают быть видны, они создаются. Те, которые выходят из поля зрения, они отбрасываются. И потом будет собрана garbage collector. И второй режим переиспользует контейнеры. Это не всегда работает так, как хотелось бы, если у нас для элементов есть какая-то хитрая логика отображения. Так что, в принципе, можно использовать recycling, но если какие-то проблемы с ним, можно переключиться обратно на стандартный. Recycling, соответственно, просто у нас есть какой-то спецок контейнеров, и их начинка изменяется в соответствии с тем, как у нас, допустим, идет скроллинг. И в заключении теоретической части хочется поговорить про binding operations, enable collection, synchronization. Довольно такая редкая вещь. Она предоставляет возможность модифицировать коллекцию, которая привязана к UI вне UI потоков. Коллекция обязательно должна быть залочена нашим блоком, который мы определили, когда мы используем в нашем коде. И также WPF, в свою очередь, локает коллекцию, предоставленную ему блоком, когда использует ее. Выглядит это следующим образом. Где-то при инициализации нашей коллекции мы можем вызвать статический метод у класса binding operations, enable collection, synchronization, куда мы добавляем нашу коллекцию айтемов и также наш айтем слог. И дальше, когда мы используем коллекцию, например, нам нужно добавить какой-то элемент, мы просто лочим по этому айтем слогу и добавляем элемент в коллекцию. Плюсом такого подхода является то, что мы можем не инвокать UI-тред через dispatcher и также WPF будет автоматически троттлить, если частое обновление коллекции слишком высокое. Мы это дальше сможем увидеть на демо. Минусом является то, что на слога коллекция публичная, это значит, что есть человеческий фактор того, что где-то доступ к коллекции может быть незалочен и это может привести к нежелательным последствиям. А также это очень трудно дебажить. То есть у нас, если не локоть самоколлекции, в принципе она в теории может работать, но у нас могут возникать какие-то мультитреддинговые проблемы. И если, например, у нас два потока одновременно захотят записать коллекцию. В принципе это все по теоретической части. Есть у кого-то какие-то вопросы? Вопросов нет. Дальше можем перейти к дему. Для этого нам нужно перезагрузить наш проектор. Демо – это приложение с четырьмя симуляциями работы. Сейчас он прогреется и будет видно. У нас есть приложение, которое… Ну, точнее, я написал специально для презентации приложение, в котором у нас есть четыре симуляции работы. Первая симуляция – это то, где у нас все делается в UI потоке. Это как бы самый неоптимальный подход. То, что не нужно делать. Дальше идет симуляция, в которой только вещи, которые связаны с UI, работают в UI потоке. Дальше у нас есть симуляция использования параллелизации. И также есть пример с локом через биндинг оперейшнс. Хотелось бы сначала рассмотреть код. В принципе, что у нас тут происходит. Вот, в принципе, наша симуляция, когда у нас все в UI потоке, у нас идет какой-то вечный цикл, в котором мы проверяем, нужно ли нам останавливаться. Если нет, то продолжаем работу. Потом ждем какое-то количество времени для симуляции и выбираем, что нам делать дальше. У нас есть три варианта. Но об этом я чуть позже расскажу. После чего, после того, как мы выберем, что нам дальше делать, мы инвоким в UI контекст. И для каждого item с контейнера, то есть у нас есть три таблички, для каждой из табличек сначала делаем тяжелую работу, которая себя представляет. Просто какой-то spin-weight, spin-until для симуляции, который крутится какое-то количество миллисекунд. Также объявляем список айтемов и уже решаем, что нам делать, соответственно, с тем, что мы придумали. Есть три варианта. Добавить данные, изменить данные и удалить данные. Когда мы добавляем данные, у нас генерируется, у нас в цикле по количеству айтемов генерируются, которые рандомные айтемы добавляются в наш список, после чего в наш список айтемов, которые мы объявили заранее. После чего в контейнер сразу добавляется этот список целиком. В кейсе edit у нас происходит примерно то же самое, только у нас эти айтемы генерируются к рандомным айтем и каким-то образом он изменяется. И также есть у нас опция удалить данные, которая чистит нашу коллекцию и тоже по какому-то количеству айтемов. За итерацию убирает эти айтемы. В принципе, можем посмотреть, как это работает. И все это работает в UI потоке. А, у нас уже есть. Вот, тут можно, в принципе, еще настраивать какое-то начальное количество айтемов, сколько у нас айтемов за итерацию и какой делай. То есть раз в сколько миллисекунд будет происходить симуляция. И когда мы запускаем, мы видим, я тут для наглядности добавил такой как слайдер, чтобы было видно, как оно все лагает. И мы видим, что когда мы пытаемся три наших гряда обновить через UI трейд, делая все в UI трейде, у нас все работает очень медленно. Что мы можем с этим сделать? Как, в принципе, я и говорил ранее, самый простой вариант – это вынести из UI потока и только вещи, которые связаны с UI, делать в UI потоке. Соответственно, это у нас здесь. В чем тут разница? У нас здесь идет уже… У нас инвокируется в UI контекст только в тот момент, когда нам нужно что-то добавить, что-то изменить или что-то удалить. Остальные вещи, такие как сделать тяжелую работу и генерация наших элементов происходит не на UI потоке, происходит у нас на Трэдпуле. В принципе, все остальное одно и то же. Мы просто передвинули наш инвок в UI контекст, ближе и немного реорганизовали вызов методов, чтобы он работал на UI потоке. Соответственно, как это выглядит? Тут мы можем видеть, что уже у нас нету таких больших фрезов, как в первом случае, но все еще фрезы заметны. И также мы видим, что так как мы, в принципе, еще не расправили работу, и у нас все равно в однопоточном режиме работает, наши таблички обновляются последовательно и выглядит это довольно медленно. То есть не так, как мы могли делать. Третий вариант, как мы можем дальше улучшить ситуацию, это добавлять или, короче, это делать, это параллельно. Как это выглядит в данном случае? Тут у нас уже пошли небольшие хитрости. У нас появился Concurrence Tag, который нам нужен как промежуточная коллекция для накопления элементов. И в данном случае мы через Parall4Each, всем, кстати, видно? Окей. Мы через Parall4Each для каждого нашего контейнера из трех, в данном случае, вызываем метод doHardWork, что уже будет параллельно отрабатывать, если у нас ядер больше, чем наших контейнеров на машине. Далее выбираем, далее смотрим, что нам нужно делать. Что нам нужно делать, мы выбрали заранее. И если это не удалить элементы, то создаем новый список айтемов и генерируем туда какое-то количество рандомных айтемов, добавляя это в Concurrence Tag наш. В принципе, тут Concurrence Tag используем, потому что довольно удобно, и нам, в принципе, не важно, в какой последовательности будем выбирать элементы для симуляции. И потом для каждого из наших айтемов-контейнеров последовательно invokeMVI-контекст, пытаясь забрать элементы из нашего айтем-стека и выбирая то, что нам делать по заранее уже решенному сценарию, добавляем наши элементы, либо их редактируем, либо убираем. Это сделано однопоточно, потому что у нас в WPF один UI поток, и нет смысла это параллельно как-то пытаться все сделать. Ну, по крайней мере, в данном случае. Как же это выглядит? В принципе, тут мы можем видеть, что у нас призов стало еще меньше, теоретически, и таблички обновляются одновременно. То есть до этого у нас они обновлялись последовательно, сейчас они обновляются одновременно или очень-очень близко к одновременному обновлению. Все-таки на самом деле они обновляются последовательно, но мы видим, что визуально это происходит одновременно. И тут есть проблема с тем, что когда у нас происходит, насколько я помню, удаление элементов, У нас все-таки есть микрофриз. Можем посмотреть, так ли это увеличив количество элементов. Допустим, вот так вот. В принципе, да, есть микрофриз. Наверное, все-таки на добавление. И почему это происходит? Потому что мы invocaем VI-поток. Очень много операций сразу одновременно. И он просто висит, пытаясь все это обновить. То есть, пытаясь по 400 элементов в каждую из табличек вставить. И самое последнее. Ну, то есть, это уже как бы довольно хороший подход. И, в принципе, с ним все более-менее ок. Но мы можем написать это по-другому, используя binding operations и работать через лог, а не через invoca.in.ui.context. Кстати, invoca.in.ui.context выглядит следующим образом. Мы просто вызываем dispatcher invoke. И передаем туда action, который мы послали в этот метод. И последнее. Это симуляция параллельная с локом. Тут немного изменена наша view-модель. В принципе, генерируем данные мы точно так же параллельно. Но теперь мы используем лог. И мы тут не invoca.in.ui.context. А просто локаем коллекцию и обновляем в ней элементы. Либо обновляем, либо добавляем, либо редактируем, либо удаляем элементы. В принципе, выглядит довольно просто. Наверное, даже выглядит проще, чем invoke через dispatcher. Выглядит следующим образом. Тут мы можем видеть, что визуально стало чуть более плавнее, потому что у нас нет такого большого фреза. И это не потому, что у нас что-то стало работать быстрее, а потому что WPF начинает троттлить, если у нас слишком большое количество работы на AI потоке должно быть выполнено. И он выполняет ее частично. Поэтому мы тут можем видеть, что у нас слайдер немного проскакивает. То есть, в принципе, он старается выбрать оптимальную производительность с приемлемой визуальной составляющей. Это, в принципе, все режимы, которые я хотел вам показать. И все варианты. Есть ли какие-то вопросы по коду или по этим симуляциям у вас? Да, конечно, в конце презентации будет ссылка на GitHub. Можно и там будет и презентация, и сам код. И в завершении доклада я хотел бы показать пример профилирования с помощью .trace. В принципе, довольно удобная вещь. Могу с самого начала это сделать. Выпускаем .trace. Тут нам нужно будет выбрать режим профилирования. Мне на практике помог режим timeline. Есть два режима. Sampling timeline. Я использую timeline и буду показывать, как с ним работать. В принципе, тут есть такой как прицел, которым можно попытаться приложение откнуть. И, в принципе, он даже в 50% случаев работает. Но если он у вас не работает, то можно выбрать из списка по названию приложения просто и тоже запустить профилирование просто из списка, не через прицел. Собственно, когда мы предлагаем прицел, либо выбираем приложение из списка, начинается уже сбор данных. И тут мы можем начать симуляцию. И нам нужно будет продолжать какое-то время, после чего... Продолжать какое-то время, чтобы накопились данные о производительности. Соответственно, в этот промежуток времени вам нужно запускать те процессы в вашем приложении, которые вы считаете тормозят и которые вы хотите отпрофилировать. Ну и по прошествии какого-то времени мы жмем кнопку Get Snapshot and Wait. И тут мы можем останавливать уже симуляцию, потому что данные больше не собираются. Здесь я запустил режим симуляции первой, который добавляет, редактирует данные на UI-трейде. И после чего у нас открывается Timeline Viewer, в котором у нас уже идут... Это можно нажать кнопку Kill, он закроет приложение и сам закроется. В котором у нас будут данные по работе за этот промежуток времени наше приложение. Слева мы можем видеть... Можем сортировать по каким-то ивентам. Фильтровать также мы можем фильтровать по таскам. UI-фрезам. И в данном случае нам интересны UI-фрезы, так как у нас... Ну, если мы хотим оптимизировать именно визуальный экспириенс. И мы можем просто выбрать здесь пункт UI-фрезы. Он показывает нам, в какие моменты они происходили. Также можем еще фильтровать под системом. Мы можем видеть, в какие моменты происходили. Также тут есть потоки, которые у нас были в приложении. В этот момент можем выбирать по какому-то потоку. Можем выбирать по главному потоку и смотреть, какой процент... И справа мы можем видеть, какой процент времени что заняло. И в данном случае нам интересна сортировка по фрезам. И мы можем видеть здесь наши вызовы. И мы видим, что у нас 99,3% времени, как раз 13,5 секунд, занял метод simulate-a-sync. И сразу же здесь можем посмотреть код. Также очень советую, если профилировать, то выбирать релиз, а не debug, потому что в релизе уже есть определенная оптимизация компилятора. И у нас будет более реалистичная картина, если мы запускаем из-под релиза. И справа внизу мы можем видеть наш метод, который работает. Это не совсем то. Можем более детально углубиться, что конкретно у нас отняло большее количество времени. И, соответственно, вот у нас метод doHardWork, который вызывает у spin-weight spin-until. И, в принципе, spin-until принимает в себя какое-то условие. В данном случае оно никогда не будет правильным. И мы просто ждем по таймауту, чтобы он отключился. И, в принципе, мы видим, что 13,5 секунды мы провисели в данном случае в spin-until. в первой симуляции. В реалистичных условиях у вас будут какие-то методы, которые будут или на input-output завязаны, длинные. Допустим, мы что-то серое ждем долго. Либо у нас какие-то тяжелые будут вещи в плане процессорозависимые вещи выполняться, которые уже можно смотреть и оптимизировать. Но на моем опыте в большинстве своем это input-output вещи были. Также можно... Вот, собственно, мы можем включить релиз, запустить. И также хочу показать, как это выглядит, если мы уже берем, например, симуляцию последнюю, которая с локом. И смотрим, как она работает. Вот, собственно, прицел здесь не работает. Можем просто выбрать приложение, два раза на него кликнуть и точно так же начать профилирование. Опять же запускаем наше приложение. Нужно подождать какое-то время. И... А, можно еще пока что открыть снэпшот последний. И вот, можно будет посравнивать. Ну, в принципе, достаточно. Можно все останавливать. Это снэпшот первый. Угу, интересно. Есть этот второй. Окей, тут мы видим, что у нас нету фризов вообще. Он их не видит. И, в принципе, в плане того, что у нас spinweight работает и как он работает, у нас ничего не изменилось, потому что все так же идет ожидание. И все так же он... вызывается метод spinintill. Просто теперь эти методы работают на ThreadPool. И мы можем выбрать какой-то ThreadPool поток и посмотреть, что он там делал. Допустим, вот этот поток 802 миллисекунды провисел в doHardWorker и в методе spinweight spinintill. Но в данном случае, так как мы вынесли работу, не связанную с UI на ThreadPool, у нас не осталось UI-фризов. И, в принципе, тут можно тоже зафильтровать, смотреть, где он ждал и что конкретно работало и где конкретно были какие-то фризы и проблемы. Вот. В принципе, это все. Если у вас какие-то вопросы по профилированию или по коду, либо по теориям. Да. Окей, тогда можно уже подводить итог. Сейчас опять нужно перезагрузить наш роутер. ой, не роутер-проектор. Сейчас он прогреется. В принципе, что мне бы хотелось сказать, что примеры и демонстрации, которые сегодня были приведены, они довольно простые, но в реальной жизни это все бывает завернуто в бизнес-логику. Это всегда, ну, это порой бывает не очень красивый код. и иногда стоит немного абстрагироваться от предметной области и можно взглядывать на проблему в общем, чтобы понять, как можно улучшить ситуацию в том или ином случае. И, в принципе, в завершении, если все собрать вместе, как мы можем оптимизировать что-то в WPF? Нам стоит, и как бы, можно даже сказать, мы должны выносить операции, которые не связаны с UI, из UI потока. Также, если нам нужно, мы можем параллелизировать, вынося опять же это из UI потока, делать это на ThreadPool, применять живую фильтрацию, живую сортировку, применять виртуализацию и также, если вам нужно, но это довольно опасно, но вы можете прибегать к этому, я, например, к этому прибегал, использовать синхронизацию коллекции через binning operations и отказаться от invoca через dispatcher и работать через лог и давать WPF троттлить. Также, в чем может быть плюс у нас работы через enable collection синхронизацию по сравнению с dispatcher, это если у нас коллекции, которые привязаны к UI, ну, точнее, если у нас UI контролы в данный момент не видны, к которым привязана коллекция, а коллекция обновляется, то WPF не нужно получать доступ к этому UI контролу и мы можем обновлять грубо говоря бесплатно в тот момент, когда мы работаем через dispatcher, invocaем через dispatcher, он всегда будет работать на UI трейде. В принципе, понятно. То есть, у нас те коллекции, которые в данном, те UI элементы, к которым привязаны коллекции, которые в данный момент не видны, когда мы используем binding operations и делаем это через лог, они не будут, ну, не будет требоваться каких-то действий в UI потоке, потому что сейчас нам не нужно их обновлять и не нужно обновлять UI. Так что это может помочь, если у вас много обновлений и коллекций, которые в данный момент не показываются, не отображаются. Да, это встроенные возможности WPF, это с .NET 4.5, насколько я помню, было внедрено, поэтому оно не включено по дефолту. Есть какие-то еще вопросы? Хорошо. Тогда спасибо всем за ваше внимание. Можно по ссылке перейти на презентацию, ну, перейти на GitHub, и там будет презентация, и там же будет этот проект, который можно посмотреть и своими руками пощупать. Продолжение следует... Продолжение следует...